На лекции я хочу рассказать о том, как читать научно-популярные лекции. Мы развеем повествование на несколько блоках. Я сначала расскажу о том, как выбрать и проработать тему, потом о том, как поработать на текст, а потом о том, как поработать на выступление. И первое, что вы должны сделать еще до того, как начнете работать на всем остальным в своей лекции, это поставить цель этой лекции. Помните, вы делаете что-то не просто так. Обычно мы делаем что-то для того, чтобы что-то другое. Мы спим, чтобы отдохнуть, мы едим, чтобы подкрепить свои силы. И прочитать лекцию не может быть целью. Лекция сама по себе не цель, а некое средство для достижения вашей цели. Допустим, ваша цель снизит количество инфарктов и инсультов. Вы можете как средство выбрать лекцию про здоровое питание. То есть, ставьте цели, достигайте своих целей, пусть цели будут неожиданны. Цель обычно влезает в одно приложение и в цель моей лекции... Я думаю, магия сработает, но нет. Ну что ж, давайте 20 слайдов. И цель моей лекции, я хочу, чтобы как можно больше людей прочитали свою научно-популярную лекцию. Не, слайды не будут сегодня работать. После того, как вы поставили цель... Давайте следующий парень. Вы должны перечислить те вещи, которые по-вашему нужны для достижения вашей цели. Эти вещи станут вашим планом. Просто пишите в столбик всякие темы. План этой лекции прост. Я сначала о чем-то рассказываю, потом рассказываю, как поработать над темой, потом рассказываю, как работать над темой, пару советов и говорю спасибо. Вот такой вот план. И если ваша речь длинная и захватывает множество тем, озвучьте заранее все темы, о которых вы будете говорить, и резюмируйте их в конце, создав ощущение сюжета. Теперь вам нужны дополнительные материалы. Посмотрите в свой план. Все ли вы знаете про темы, которые написаны в вашем плане? Может, вы чувствуете пробел в чем-то, хотите усилить свои знания в чем-то. И самая большая опасность тут заключается вот в чем. Мы обычно ничего не знаем о том, о чем мы ничего не знаем. Понимаете опасность? То есть есть три типа знаний. Вещи, о которых вы знаете и вы о них знаете. Вещи, о которых вы знаете и вы знаете, что вы о них плохо знаете. И вещи, о которых вы не знаете и даже не знаете, что вы о них не знаете. О чем бы вы не говорили, возможно, в вашей отрасли есть те вещи, которые для вас сейчас в третьем списке. Внимательно пересчитайте статью Википедии о том, о чем хотите говорить, о связанных темах. Может, вы найдете что-то неожиданное, очень важное исследование, там, 27 октября 2015 года, который серьезно все переворачивает, вам нужно поготовиться еще. Внимательно смотрите материалы. Могут быть вещи из третьего списка. То, о чем вы ничего не знаете, а это может быть важно. Для своих лекций я обычно беру примерно 50% информации из книг. Книги, молодцы. И еще где-то 25% составляет Википедия. Википедия, молодец. И еще процентов 15, наверное, это TED. Потому что TED, давайте с простого. Кто не знает, что такое TED? Хорошо. TED это лучшие научно-популярные лекции в мире, наверное, ever. Это конференция, которая проходит в Сан-Франциско уже больше 20 лет после изменения формата. И они молодцы, там хорошие лекторы, красиво выступают. У них очень интересно учиться сценическому искусству. И не делайте лекцию по материалам одной статьи одного автора. Он может быть банально неправ. Но идите что-нибудь, о чем писало много людей. У них есть некий консенсус. Они согласны друг с другом. Следующее, о чем я хочу поговорить, это организация времени. Для создания хорошей лекции нужно время. Притом крупная часть этого времени уходит на проработку материалов и написание текста. Начинайте работу над лекцией как можно раньше. В идеале вам нужно не менее трех недель, чтобы сделать хорошую лекцию. Не тяните с постановкой цели, с написанием четкого плана, потому что это только самое начало работы. И почти наверняка вам захочется исправить очень много в тексте, когда он будет написан. Важная штука. Постарайтесь провести первую репетицию с готовым по вашим материалам не позже, чем за неделю до даты выступления. Скорее всего, вам захочется много изменить и исправить. Не переоценивайте свои силы. Текст не пишется за одну ночь. За час пишется где-то полстранички. Вам нужно где-то 10 страничек для того, чтобы сделать лекцию, какие-то вы захотите потом выкинуть. И начинайте писать текст за две недели и начинайте репетировать за неделю. И берите больше времени или меньше, если ваша тема требует того. Следующее. Всегда держите под рукой что-нибудь, куда вы сможете записать ваши мысли. В смартфонах хорошо подходят. Сейчас у нас поменяется свадь, я верю. Сегодня не тот день, когда свадь меняется сами, но. Смартфоны хорошо подходят. Я раньше юзал Evernote. Такая программа удобно синхронизирует все заметки. Потом я перешел в Google Документы и все заметки тоже перевел в Google Документы. О, круто. И в Google Документы я использую с мобильного приложения. Я захожу и просто дописываю все идеи, что у меня пришли в голову, в конец текста, в лекции, над которой я сейчас работаю. Они хорошо синхронизируются офлайн, мне нужен постоянный интернет. Так и правда удобно. Если вы выработаете у себя привычку записывать все мысли, что приходят по поводу лекции тут же в документ, то у вас за каждый день будет автоматически писаться страничка текста сама, просто из этих мыслей. Это чип, это хорошо. Пользуйтесь. Кроме своего выступления, вам нужно будет подготовить еще две вещи. Это название вашего выступления и короткий тизер. Они не нужны вам, они нужны организаторам мероприятия. И обычно их приходится придумывать еще до того, как вы начали серьезно работать над лекцией. 12 на 4 мы пишем тизеры от 220 до 260 символов. Это типографическое ограничение, оно нам очень нравится. И мы стараемся не делать никакой интриги, загадки. Мы стараемся просто информативно рассказать, о чем будет лекция. То есть не пишите, в наше время почковое окучивание являются перспективной технологией повышения и превращения урожая. Пишите просто, я расскажу о том, как окучивание почек повышает урожай. Простые слова, никаких глаголальных наклонений. Что ж, как писать текст? Вы написали план. И этот план обычно содержит от 5 до 15 пунктов в зависимости от длины вашей темы. Помните, что этот план можно и нужно редактировать, не менять, не будьте заложником плана, можете забыть о нем и вернуться тогда, когда вам нужна будет структура. И, может быть, вы хотите уже разбить какие-то пункты на подпункты, а что-то слить вместе. Каждый пункт вашего плана – это название главы вашего текста, который вам теперь нужно написать. Наша задача – написать главу. Разобьем ее на две подзадачи. Написать текст. Улучшить текст. Чтобы написать текст, нам нужен заряд вдохновение. Я не верю в вдохновение. И знание. Если у вас не пишется текст, скорее всего, вы еще просто недостаточно знаете той темы, о которой хотите писать. Почитайте еще, еще книжек, еще Википедия. Если вам кажется, что вы все уже знаете и просто не идет, есть несколько хитрых методик о том, как просто заставить текст писаться. Во-первых, начните с вводной конструкции. Вы видите белый лист, тут так написано, как писать текст, непонятно, что делать. Начните с какой-то вводной конструкции. Начало лекции хорошо начинается с «Привет, меня зовут Эмирек». Сейчас я вам расскажу о теме моей лекции. Используйте такие штуки. Если так не получается, пробуйте начать с определения. Допустим, мы пишем о городском транспорте. У нас глава называется «трамвай». Ну и начнем с определения, что трамвай – это рельсовый пассажирский, городской транспорт. Уже неплохо. Вводите термины, объясняйте, о чем вы говорите и не бойтесь давать определения словам. Например, не все люди знают, что такое самосознание, атомный реактор. Будьте честны, так и говорите. Сейчас я буду говорить о самосознании, а самосознание – это, ну, знаете, сложная тема, не могу объяснить. Или атомный реактор, но я сам не понимаю. Будьте честны с людьми. И в-третьих, если текст очень нужно писать, ничего не помогает, ничего не получается, есть секретная методика. Называется, не подозвол, называется «Метод кочерги». Смотрите. Парень убил бабушку кочергой. У нас есть короткий лаконичный сюжет, теперь нам нужно раздуть его в текст. Мы пишем «Молодой парень убил грузную свою старуху ржавой кочергой». У нас есть уже какое-то предложение. Оно подлиннее. Нам нужна страничка, мы помним. И тогда мы начинаем. «Лесной только лишь растаял снег. Молодой выпускник ПТУ Алексей шел и по дороге домой увидел ржавый кусок металла, который выглядывал». Вы поняли. Генерируйте текст. Вам нужен большой класс текста. Генерируйте текст. Пишите мысль, развивайте ее, расширяйте ее. Текст написан. И у вас есть большой шмат текстом. И вы хотите сделать его лучше. Первое, что вы можете сделать, чтобы сделать его лучше, это переключить мой слайд. Второе. Прочитайте текст вслух. Это очень просто. Берите и читайте его себе вслух. Обычно именно при чтении вслух находятся плохо подогнанные друг к другу предложения, которые сами по себе хороши, но не содержат связанные мысли между собой. Когда вы пишете текст, старайтесь писать свой текст своей рукой, не увлекайтесь копированием из источников. Когда вы пишете свой текст, вы его сразу автоматически запоминаете. Выделяйте жирным важные слова, цитаты и все то, что вы хотите оставить и запомнить именно таким, как вы его написали. Треть написанного текста обычно можно легко выкинуть без вреда для лекции. Выкидывать очень просто. Вы вспомните цель вашей лекции, смотрите на предложение и такие, это предложение что-то делает для цели моей лекции? Да, нет. Если нет, выкидывайте. Лекции становятся короче, короче лучше. Теперь, когда текст вам нравится, начитайте лекцию на диктофон. Не нужно никакие дорогостройщие устройства. Достаете телефон, насчитываете на диктофон. Это нам нужно для двух вещей. Первое, вы контролируете время выступления. Когда вы будете выступать, будут какие-то заминки, с одной стороны. С другой стороны, вы будете волноваться и говорить быстрее. Поэтому где-то так и получится. Мы обычно стараемся делать 15-минутные лекции. Это не правило, это рекомендация. И второе, когда вы делаете запись на диктофон, вы можете прослушать свои дефекты речи, вы можете послушать себя со стороны и что-нибудь исправить, изменить. Ваш идеальный текст готов, закончен. Вы прочли его вслух, засекли время. И теперь вам нужно выучить этот текст, чтобы потом его как-нибудь рассказать. Я противник изубрения в любой форме, предлагаю простую методику. Помните, мы выделяли жирными вот то важное, что мы хотим оставить цитатами. Мы, современные текстовые редакторы, умеют это круто делать в один клик. Классаем правой кнопкой, говорим, выделить весь текст этого стиля. И вот у вас уже выделены все ваши жирные цитаты. Вы копируете, вставляете в новый документ. У вас уже есть документ того, что вы хотите оставить по цитатам. И используйте этот двустраничный документ теперь для того, чтобы читать репетиции вашего текста. То есть у вас есть некие опорные слова, которые вы правда хотите оставить цитатами. У вас есть все остальное между ними. Когда вы прорепетируете разок с вот этим документом, выделенным жирным, вы можете прорепетировать с следующей версией, еще сильнее обрезанной. Допустим, только первое предложение или только заголовки глав. В зависимости от длины вашей лекции. Обычно хватает одного прогона. Обязательно, правда, обязательно, минимум один раз прочитайте вашу лекцию живому человеку. Мы в 15 на 4 делаем репетиции еженедельные. Можно приходить читать другим живым людям, которые тоже пришли на репетицию. Это не больно и не сложно. Это очень сильно помогает. И я хочу сказать буквально три слова про одежду. И прошлой осенью человечество совершило невероятное. Космический корабль «Розетта» вышел на орбиту кометы Черюмова-Герасименко. От него удалился спускаемый модуль Фила, который совершил посадку на комету. На летящую в космосе комету. Это Мэтт Тейлор. Мэтт Тейлор – британский ученый, сотрудник Европейского космического агентства. И Мэтт в прямом эфире комментировал ход миссии в рубашке, в которой были сцены из научной фантастики «Девушки с бластерами». Парни сделали что-то невероятное. Они десять лет через несколько гравитационных петель вокруг Земли смогли запустить космический корабль. Черт знает куда. Долететь до кометы и спустить от него, спуская модуль на комету, и все придрались к рубашке. Эта рубашка крупна. Я копировал разные скриншоты, более-менее составил. Видите, тут есть стыки. Я старался как мог, там картинка правда не клеилась иначе. Эта рубашка крупна. «Девушки, поднимите руку, кого сильно оскорбила рубашка, кого не сильно. Сложно и страшно, все будут задавать каверзные вопросы. Люди обычно сами добровольно уже пришли, они уже расположены положительно, они уже вам улыбаются. Не будет ничего страшного. На сцене вставьте в какое-нибудь удобное место, улыбайтесь. Улыбаться очень важно. Даже если вы говорите о чем-то грустном, скучном или очень серьезном, Homo sapiens лучше слушает тех людей и больше верит тем людям, которые улыбаются. Поэтому вам придется улыбаться. Поэтому история даже не заметит этого, если у вас под руками будет текст. Завершая речь, скажите людям, что вам тоже было очень приятно провести с ним это время. Улыбнитесь. Скажите спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...